Доброе утро всем моим хорошим зрителям! Посмотрите на меня, что это я сделала? Да я бусы наверх повесила! Захотелось что-то такого праздничного, такого новогоднего, предрождественского и не знаешь, как себя развеселить. Но, ребятушки мои дорогие, надо самим себе создавать хорошее настроение. Сейчас вот я соскочила и придумала сделать, знаете что? Я готовлю, вы же сами знаете что, еду бедняков, еду нищебродов, можно сказать. Я готовлю из простых продуктов, из которых готовили наши бабушки еще в те времена, когда кушать нечего было. Но хотя не так уж много чего изменилось. Кушать есть чего, но все дорого. И поэтому я решила сегодня сделать доступное всем блюдо, сладость, вкусность, десерт. Это чак-чак. Сегодня будем с вами делать чак-чак. Я буду делать точно по такому рецепту, который делала моя бабушка. Я его как сейчас помню, да? Моя татарская бабушка, хочу вам сказать. Как сейчас помню этот рецепт. Она всегда говорила, на одно яйцо надо брать одну столовую ложку молока. Вот не знаю почему так. Я пересмотрела миллион рецептов, как делают другие. Все делают совершенно по-разному. Тесто совершенно разное. Но я сегодня постараюсь сделать так, как делала моя бабушка. Давайте начнем делать чак-чак. Сейчас мне надо будет выбрать дислокацию, где я буду готовить. Или там на столе, или вот здесь вот на столе. Сейчас я буду думать, как будет смотреться лучше и где освещение лучше. Потому что сейчас утро, сейчас у нас 9 часов утра. Так что, ребята мои, приступаем. Нам надо успеть до моей работы. Не только сделать, но и попробовать. Еще одну вещь хочу я сделать. Пока я сейчас сделаю тесто, и пока тесто мое будет растаиваться несколько минут, я хочу вместе с вами сделать крем. Я увидела рецепт в ТикТоке одного крема из таких ингредиентов, которые я люблю. Знаете, и я посмотрела, они все у меня дома есть. И мы с вами, и у вас они тоже есть. И мы с вами сделаем такой крем для лица. Они говорят, что от этого крема, если мы будем его использовать за одну неделю, вот эти вот мешочки, которые у нас тут есть под глазами, вот под глазами мешочки, да, они уйдут, и кожа станет сиять. Ну вот мы посмотрим, да, с вами, что это такое. Сделаем, я буду испытывать его на себе, и потом вам расскажу, получилось ли сияние. И вы сами увидите, конечно. Пока я буду готовить, я уже приготовила все ингредиенты, я буду пить чай. Я еще даже чай не попила. Вы же меня знаете, я как проснусь, как одержимая. Сейчас чай заварю себе. А пока я хочу вам один анекдот рассказать насчет мешков, которые я вам говорила, мешки-то под глазами у нас. Анекдот рассказываю, слушайте. Жена один раз приходит домой, а дом пусто, ничего нету, ни мебели, ни телевизора, ничего, ни холодильника. Жена такая сидит, смотрит, муж сидит на полу. Она говорит, муж, где все? Ты что? Где все? Он говорит, все, говорит, продал. Она говорит, продал? А так хорошо, а где же деньги? А он говорит, а деньги в мешках? Она говорит, да? А где мешки-то? Он говорит, а мешки под глазами. Смешно? Не смешно? Это как это, Жириновский рассказал анекдот сам и сам смеялся. Но мне было смешно, когда это первый раз услышала, что мешки под глазами. Вот и у нас тоже все мешки под глазами. Сейчас чай попью и начинаем. Чай с молочком, без сахара. Мне надо употребление сахара уменьшить. Хотя я сейчас буду делать чак-чак, да? Чак-чак. Я сейчас вам покажу. С вами сейчас будем делать антураж тоже, чтобы было красиво, все празднично. Если вы там слышите шум, то это у меня этот, как его, машинка, машинка стирает. Это соль. Продуктов, вот, ничего нет продукта. И вот только яйцо, мука и мед. И 3 яйца, 3 столовые ложки молока будет. Дорогие мои, начинаем. Первым делом вбиваем 3 яйца. 3 яйца. Яйца предварительно я помыла. Они у меня крупные. 3 яйца. Как сказала моя татарская бабушка, мы кладем 3 столовые ложки молока. Так она сказала, так я и делаю. Вы же сами знаете, раньше как делали, экономно все, тем более в татарских селах. Вы знаете, помните, я делала с вами настойку, вот эту настойку, я вам сейчас покажу. Вот эту настойку. Это настойка на клюкве и на морожке. Вот эта настойка. Она у меня так полная, вот под завязку и стоит. Я ее не пью, я алкоголь не употребляю. И никто у меня ее не выиграл ни в каком соревновании. Так что я хотела сделать, ну как соревнование или что-то такое, конкурс, чтобы кто-то ее выиграл и забрал у меня. Но никто не выиграл, потому что я конкурс не сделала. Так что сюда положим 1 столовую ложку водки тоже. Вы не думайте, что это такое. Это мне бабушка говорила, что это нужно для того, чтобы оно такое хрустящее было. Больше нет, для чего не нужно. Для хруста. Беру вот такую ложечку и вот так наливаю 1 столовую ложку этой водки. Она у меня настойна на морожки и на брусники. На брусники, кажется, да вот. Все, добавляем сюда. Ничего страшного, будет такой вкус. Главное, что там водка есть. А это опять, видите, закрываю. Вот так крышечку, чтобы ничего не выдыхалось. Ну вдруг какой-то конкурс устрою, то обязательно буду, как, поставлю на конкурс. Далее идем. Пол чайной ложки соли. Соль всегда надо ложить в то, что вы печете, в печеное, потому что оно, как сказать, сбалансирует вкус. Теперь мы все это так вот замешиваем. Не обязательно, очень сильно. А, я еще забыла. Подождите, я еще забыла соду. Вот бакпульвер, пол чайной ложки бакпульвера. И теперь продолжим. Сода нужна будет здесь тоже. Чтобы чуть-чуть, хотя яйца, они хорошо дают поднятие. Ну, на всякий случай еще добавим. То, что делала моя бабуля, моя любимая, то и добавим. Перемешиваю, просто чтобы ингредиенты перемешались. Так, без фанатизма. Теперь добавляем муку. Муку буду добавлять. Ну, я просто, я могла бы и просто так бросить муку, но я теперь буду добавлять этими кружками, чтобы знать, чтобы точно ингредиенты вам сказать количество. А так-то я могла бы, конечно, на глаз так взять, бухнуть. В общем, на три яйца, я думаю, где-то на яйцо, если яйцо крупное, 100 грамм муки будет. Вот здесь у меня 200 грамм муки. И еще половинку добавим. Тесто должно быть мягенькое, не жесткое, не мягкое. Ну, такое, среднее. Сейчас посмотрим, я вам покажу, какое должно быть. Вот так половинку еще. Вот так добавляем. Сейчас посмотрим. Ложкой пока замешаю, вот так. Потом руками буду мешать. Маловато, наверное, будет. Я взяла еще половинку еще. Я ее муку не просеиваю, вы не удивляйтесь. Я никогда не просеиваю муку. Мы все надеемся на этих, на производителей, что они уже ее просеяли. Ну так, все, можно теперь уже, наверное, вот так руками замешать. Сейчас буду руками, ручками. Что может быть лучше, чем ручки наши, да? Сейчас вымешу и покажу вам. Я вам скажу, почему я не добавляю сюда масло, почему я не добавила. Потому что я буду, когда я катаю тесто, я буду на масле его раскатывать. Не на муке, не мукой подпылять, а маслом. У меня, потому что был такой случай, я вам сейчас расскажу. Это просто обалденный случай был. Буду тесто месить и расскажу вам, какой у меня случай был. Последний раз я делала чак-чак, наверное, лет 8 назад. Это еще, когда я жила в Альбе, на старой квартире. Там у меня была одна квартира в Альбе. Там такой район иностранный. Там одни арабы живут, в основном одни арабы там. Ну, в общем, такой мусульманский район. Ну, в общем, это дело не относится к делу. Такой это район был. Просто как я делала чак-чак. Помните, я вам рассказывала про одну свою подругу американскую? Она гражданка трех стран. России, Америки и Швеции. Я не знаю, можно ли быть гражданином трех стран, но вот она гражданка. Беру еще муки, чуть-чуть вот так подпыливаю, чтобы к рукам не липло. И, в общем, она ко мне должна была в гости прийти. И я тоже решила ее удивить и сделать чак-чак. Но вы же знаете, когда у нас в Швеции как? Когда гости приходят, вместе с ними делаешь, готовишь. Иногда бывает так, что готовишь вместе с ними. И она такая у меня подруга, да, она как, она могла прийти рано утром, это ничего страшного. Не обязательно там было готовиться к ней. Такая хорошая моя подруга. И она, в общем, ко мне пришла на том этапе, когда я только еще сделала и должна была жарить эти чак-чаки, эти штучки. И тоже я вот так сделала. Поставила вот такая у меня плита здесь была, казан, значит, казан или сковородка была. Не помню я сейчас точно. Но, в общем, я вот этой мукой припыляла и начала жарить. И, видать, так жарила, что вот эта мука, она начала гореть. Она начала дымиться, гореть. А потом мы такие заболтали с ней, смотрим, да, и у нас тут пожар, прям горит огонь, пламя открытое. Вы бы знали. Вот сейчас, да, это вспоминать вот как-то так смешно, да. Но как мы бегали, вы не представляете нашу панику. Мы не знали, что делать. Водой не получится залить. Не знаешь, чем закрыть крышкой, боишься подойти. Но все-таки каким-то образом мы взяли полотенца, что ли, большие, огромные полотенца из ванны притащили. Бегали, как сумасшедшие. И, значит, это, как-то локализовали вот это. Вот такое же место было, где плита. Локализовали как-то и огонь, в общем, убрали этот огонь. Ну, на самом деле, чак-чак мы потом все-таки в конце концов сделали. До конца его сделали, допекли. Ну, в общем, вот такой пожар был. И хорошо, что у меня как-то, я не знаю, оно горело, пламя прям горело. Ну, вот это вот металлическое было, как здесь. И оно чуть-чуть черное внутри стало. Все черненькое стало. Вытяжка стала черная такая. Ну, как после обуглившаяся. Ну, понимаете, в это время хорошо, что мы эту квартиру как раз поставили на продажу. И эту квартиру у меня купили мои соседи. И они сказали, ничего не делай, как у тебя есть, вот что есть, так и потому, что мы будем все равно все бомбить. И будем все переделывать заново. Эти соседи у меня, поляки, там купили. И, в общем, мне просто повезло. А если бы были какие-то другие покупатели, пришлось бы опять это или покупать новую вот эту вот штуку всю. Или я не знаю. В общем, даже если бы люди переделывали, все равно бы они заставили, чтобы новое все было. В общем, эти поляки вошли в наше положение. И к нам так хорошо отнеслись. Все, я вот так тесто намесила. Смотрите, вот так, смягенькое вот такое сделала. Сейчас я еще его хорошо без вас помну. У меня сил даже нет мять. Вот так руками мну. И вот так положу и закрою. Мои хорошие, я это видео буду еще сокращать и делать из него маленькое, коротенькое, может быть, на одну минуту видео. Поэтому я вот так, видите, уже вымала вот эту чашечку, чтобы так красиво было. Вот. Еще раз я его вымешиваю, чтобы оно такое... Оно у меня хорошо еще не вымешалось. Поэтому придется вот так еще немножечко помешать. И как раз у меня вот эта чашечка немножко влажная. Помните, я вам рассказывала такой лайфхак. Если у вас вот такое вот это тесто вы сделали немножко туговатое, то рукой мокрой вот тут обвести. И тогда она у вас, как сказать, водичкой вот так влажной сделать. Все. И теперь мы закрываем. Я закрою, наверное, крышкой. Оставим отдыхать. Оставим крышечкой на 20 минут. А в это время мы с вами будем, как я говорила, крем будем делать. Что нам для этого крема нужно? Нужно нам будет кокосовое масло. Нужен будет вазелин. Нужно будет оливковое масло. Нужна будет вот такая вот какая-нибудь баночка пустая. Я возьму вот такую баночку. И нужен будет нам мед. Ну, мед, не знаю, он сладкий. Но сладость, знаете, сладость всегда улучшает лицо. Давайте начнем. Я буду сейчас делать, я не знаю, не помню, какие там пропорции были. Но я буду делать, смотрите, не то что наугад, а как по моему мнению, по моему сердцу, по моей душе. Давайте начнем такую маленькую. Я прямо сюда буду класть все, что нам надо. Они сказали, нужно немного кокосового масла. О, у меня тут палочка, как раз, есть вот немного кокосового масла, чтобы тут я могла потом перемешать и не ошибилась. Кокосовое масло, да, я всегда использую. Я поэтому такую большую банку купила. Я его обожаю. Вот давайте вот столько покладем, положим, кладем и ложим. Это очень трудно для меня. Так, это мы положили. Теперь мы добавим вазелин. Они сказали, вазелин обязательно надо, потому что это будет очень жирный крем. Смотрите, конечно, для этого все хорошее будет, но я не знаю. Вазелин вот столько возьму, смотрите, столичка. Вазелин. Теперь оливковое масло. Сейчас я открою, я его капну, наверное, вот так. Давайте чайную ложечку. Вот чайная ложечка оливкового масла. Ну, слишком много уж куда отсюда, правда же? Нельзя, не пойдет. Это так мы положили. А теперь мед. Этот мед я специально купила для чак-чака. Для чак-чака. Его надо еще раскрыть. Вот так раскроем мед. И капельку, наверное, давайте тоже ложку, ну, я не знаю, сколько. Давайте вот так пол ложечки. Пол ложечки, давайте я вот так сделаю, поближе вот сюда. Пол ложечки меда. Ну вот, это все ингредиенты, которые нужны были. Теперь мы их будем перемешивать. Давайте, сейчас я перемешаю. Я специально не стала в большой чашке делать, потому что для пробы. Если это действительно хороший крем, стоящий, то вам потом скажу обязательно. Я буду им пользоваться вечером. Они сказали, пользоваться лучше два раза в день. Ну, можно целый день, если ты, например, если я буду дома целый день, то я, конечно, им наманусь. Ну, тут такой жир, ого! Все хорошие ингредиенты. Оливковое масло у меня было из этого. Сейчас. Оливковое... У меня экран выключается. Оливковое масло у меня из Крита. Настоящая холодного отжима. Вот такой крем получается. Сейчас попробуем его намазать на руку. Давайте посмотрим. Чуть-чуть на руку намажу. Сейчас, давайте подальше сделаем. Давайте намажем на мои ручки. У меня ручки, конечно, тоже не очень-то такие мягенькие. Как раз посмотрим, как оно подействует. Я вот так сверху сделаю просто, чтобы оно мне вот здесь не мешало. А здесь просто посмотрим, как оно размягчится. Вот так. Вот. Я думаю, что этот крем надо держать в холодильнике. Думаю. Закрою вот так его. Крем положим в холодильник. Пахнет. Пахнет еще от того крема. А я потому что коробку просто протерла. Все. Кладем в холодильник. Вы видели, да, какие ингредиенты у меня были. Вазелин, кокосовое масло, оливковое масло. И вот это. Все, конечно, очень жирно. И мед. Будем смотреть. Будем ждать. Так, давайте сейчас что будем. Давайте варить сироп или сироп еще рано. Сначала поджарим все, а потом сироп сварим. Возвращаю тесто сюда. Поставлю на нашу сцену, где я снимаю. Вот на таком маленьком месте, как вы видели, я снимаю. Сейчас. Подождите-ка. Подождите-ка. Возьму отсюда. Снимаю вот здесь на таком маленьком месте. И вы знаете, самые большие просмотры, вот когда смотришь видео, когда что-то учат тебя готовить. Ничего не надо. Видели, да? Ручками, а не какую-то маленькую, там что-то такое, наверное, 20 на 20 такое место. И они там готовят ручками. И набирают миллионами просмотров. Вчера видела одна девочка, набрала, что-то она делала. А, чак-чак или чак-чак она делала. Или булочки какие-то. Ну, в общем, 33 миллиона просмотров за 5 месяцев она набрала. Узбечка. Узбечка-девочка. Еще пишет даже она с ошибками там слова. Но все равно люди смотрят, и это людям интересно. Так что люди могут заниматься тем, чем хотят, даже на маленьком пространстве, даже сама себя не показывая. Ну, а я всегда люблю себя показать. Это же мой влог домашний. И вы любите на меня посмотреть, правда же? Что-то темно стало, да, мои хорошие? Так, будем готовить место для этого, для раскатки. Ох, нелегка-нелегка жизнь. Жизнь блогера. Давайте так. Антураж, подвиньтесь. Антураж. Антураж. Так. Упс. Упс. Так, давайте посмотрим. Вот это моя ручка, она намазана этим еще кремом. Смотрите, блястит, блястит. Будем смотреть, что получилось у нас, тесто какое. О, оно какое липкое, смотрите, оно какое липкое. Оно такое и должно быть. Прошло где-то 20 минут. Вот такое липкое, но зато оно у меня мягкое, как мне надо. Все как мне надо. Теперь вот на этом этапе я буду добавлять немножко рапсового масла, чтобы его раскатывать и нарезать. Давайте посмотрим, как это будет. Я еще сама не знаю. Для меня это все страшно. Смотрите, я вот такую купила. Помните, я вам показывала распаковку? Это я в Лиддале купила такую штуку. Даже мыть ее не буду. Мне кажется, она чистая. Это для нарезки буду использовать. А это вот, а это сейчас будем пользоваться. В общем, этот шарик мне надо разделить на несколько, потому что тут три яйца. Слушайте, оно еще хорошо у меня не проделалось. О, надо еще подождать. Надо еще вот так тогда его накатать, раскатать. Ой, помять вернее. А потом еще надо подождать мне. Слушайте, смотрите. Тут даже масла не надо. Ну, хорошо, сейчас у меня эластичное. Но я думаю, надо будет еще дать ему отдохнуть 20 минут. Опять. Еще 20 минут жду. Потому что она внутри у меня еще не проделалась. Плохо я мну. Сил нет у меня в руках. Ого. Придется ждать еще. Сейчас я водой опять. Смотрите, как я сделаю. Водой, вот так рукой мокрой воды. Так намачиваю, чтобы еще мягче было. И теперь там будет конденсация и размягчение. У-у-у. Вот моя ручка, смотрите, ручка. Сейчас буду смывать и скажу вам результат. Мои хорошие, смотрите результат. Вот это рука. И вот это. Сейчас, подождите, вот так. Сзади встану. Разница есть? Мне кажется, есть разница. Чуть-чуть она стала мягенькая и побелела вроде, да? А это вот такая. Вот мои трудяжные ручки, мои старенькие. Не стесняюсь вам показать. А что делать? Что делать? Зачем стесняться? Всю жизнь этими ручками работаю. Вот. Я думаю, что если вот так в день два раза мазать, ну хотя бы один раз, смотрите, как улучшение будет. Будет, будет улучшение. Так что крем буду испытывать. Вы, если хотите, сделайте, пробуйте, как я. Испытывайте, потом мне скажете вместе со мной, потом, когда я выставлю видео испытательного. Ну, тогда вы мне покажете, скажете. Если нет, то дождите, когда я буду испытывать. У меня терпения нету. Всё. Давайте. Сколько можно уже, да? Уже время идёт, идёт. Мне уже скоро на работу идти надо будет, вот, а я всё тут вожусь. Так, видите-ка. Так, делим, значит, эту колбасу. Колбасу сделаем и разделим на сколько. Ну, давайте на четыре части, чтобы они были не такие большие, потому что у меня место маленькое здесь катать. Места там маловато будет у меня. Вот, даже можно было ещё меньше, но вот так. Это пока убираем опять сюда. Вот эти комочки убираем опять, так сделаем. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Так, и вот сюда опять под крышечку опять уберу их. Чтобы они не мешались. Смотрите, я не припылила, не припылила муку. Я вообще муку отсюда, от седова убрала. Не хочу муку, ничего не хочу. Потому что я уже мукой, знаете, обожглась. На прямом смысле обожглась. Пожар. Ну-ка, подожди, я посмотрю, как оно у меня смотрится. Так-так-так-так-так, подожди. Немножко на удалёнке сделала, потому что близко тоже плохо. Так, раскатываем. Раскатываем вот такой пласт. Но он у меня не липнет, не липнет. Если будет липнуть, можно немножко масла сделать. Давайте масло чуть-чуть сделаю. У меня есть масло рапсовое без запаха. У меня есть также масло. Так, сделаем. Экспериментируем, экспериментируем. Всегда экспериментируйте. Всегда экспериментируйте, не бойтесь. Ничего не будет плохого. И миллиграммы, миллилитры не высчитывайте никогда. Когда вы уже не будете высчитывать миллилитры, значит, вы уже профессионал будете. Тогда вы будете профессором. Он у меня неровный. Ничего страшного. Все равно мы будем сейчас резать его. Смотрите, оно собирается. Его раскатываешь, оно собирается. Я делаю тоненькое, чтобы чак-чак у нас был нежный. Чем тоньше тесто, тем нежнее будет у нас. Так, теперь мы его будем резать. Как его резать, не знаю. Давайте, как его резать. Сейчас, полосочками. Сначала у меня еще есть вот такая штука. Сейчас я уберу. Все мешается. Как его резать? Вот так давайте резать. Я буду резать на маленькие, на тоненькие, небольшие. Потому что я не хочу, чтобы у меня слишком большие лапшички были. Пускай будут маленькие. Так. Удобно, когда всякие вот такие штучки есть. Раз, раз. Так. И теперь чего? Чего теперь? Чего теперь? Теперь давайте это маслом смажем. Вот теперь на этом этапе, я думаю, надо сбрызнуть вот так маслицем, чтобы оно не липло. Это мой будет лайфхак. Мое новшество. Может быть, кто-то скажет, что ты там делаешь. Ну, а что делать? А что делать? Как мне еще делать? Я даже не знаю, что мне делать. Что-то я делаю, короче говоря. Уже не помню. Вот 8 лет назад как-то я тоже делала его. Но уже сейчас не помню. Хотела что-то такое сделать, но не помню. Конечно, когда смотришь их, да, но они очень много припыляют мукой. Я не хочу эту муку. Честно говоря, не хочу. Давайте вот так будем делать. Вот так я на одном уровне сейчас поставила. И буду их резать вот так. По наитию буду вот так резать. Какие получатся, такие получатся у меня. Маленькие, большие. Вот такие чак-чаки будут у меня. Смотрите, сейчас я вам покажу. Так буду показывать вам. В кухне я играю, как хочу. Я делаю, что я хочу. И мы посмотрим, что у нас получится в итоге. Я думаю, получится классно. Вот. Пожалуйста. Готовим чак-чак с вами. Мои хорошие, на чак-чак-то надо было масла много. А я не знаю, у меня есть масло или нет. Вау. А, есть, есть. Слава Богу, есть. У меня есть вот такое подсолнечное масло. У меня есть еще тут какое-то. Ну-ка, ну-ка, что это? Рапсовое масло. А, этот раз, помните, по дешевке покупала. Все при вас покупала. Сейчас, подождите. Сейчас я вас поближе поднесу сюда. Чтобы вы все могли видеть, мои хорошие. Я и антураж успеваю с места на место переставлять. Масло наливаем сюда. Что так у нас еще? Что еще? Вот это масло добавлю. Ну, не слишком много. Вот так. А, ладно. Я всегда так сначала думаю, думаю, а, ладно, и все вместе бросаю. Вот тазик, в который мы будем выкладывать нашу готовую продукцию. Масло нагревается. Потому что у меня нет салфеток. Так, такую бумагу положила, как, наверное, пекарскую. Ну, все. Теперь я закладываю наши эти штучки. Пошли. Надеюсь, они у меня не слипнутся. Нет, не слипнутся. Смотрите. Они же каждая в масле была. И буквально по полминуты, наверное, будем их жарить. Так, пока эти у меня жарятся, я другие уже буду складывать в этот, в эту штуку. Я их вот так беру лежа, лежа. Эти быстренько, смотрите, у нас готовятся. Все, вытаскиваю. Вытаскиваю, бросаю туда. Надо их быстро-быстро делать, чтобы они у меня не были горелыми. И чтобы масло не горело, не успевало. На полном, на полном огне у меня стоит. И вот таким образом я все раскатаю три свои эти штуки. Давайте еще побольше забросим, побольше, но побыстрее. В общем, вы поняли процесс. Я сама это так боялась сделать. А оказывается, смотрите, как быстро. Оказывается, не сложно. И нечего тут бояться. Мои хорошие, не боимся, не боимся с вами ничего. Мои вы золотые. Ох, трусишки, мы глаза наши боятся. А какая вкуснота будет. Я уже один съела, он сам по себе вкусный. Вот, честно говоря, даже можно его без сахара делать. Смотрите, на ваших глазах. О, полминутки, полминутки. И все, полминутки. Слишком не надо. Сейчас, 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 сейчас. Все сделаем. И будем друг... Потом я выключу этот огонь под этим, под казаном. И буду продолжать другие раскатывать. Еще два у меня там, три еще у меня есть. Вы не знаете. Так, все, накладываем последнюю партию. Выкладываем сюда. Вот. Мне кажется, у меня на три яйца получится две большие тарелки или три тарелки чак-чака. Буду делиться со своими детьми и со своей сестрой. Все, на этом этапе я могу выключать огонь. Выключаю огонь. Прямо вот на ваших глазах сделала один лист. Вот он. Вот. На ваших глазах, на ваших... Никакого нету тут подкасовки, ничего. Все прямым одним кадром, наверное, минут на три. Будет этот эпизод. Все, готово. Раскатываю дальше. Уже не буду вам показывать, чтобы вам голову не морочить. Вытаскиваем все. Может быть, еще одну попробую и вам покажу сейчас поближе. Все надо вытащить, чтобы не горело тут ничего. Потому что оно продолжает гореть, когда остается здесь. Масло-то горячее, горячее, ужасное. Ой, слава богу, мне пожара не будет. Это вот первый пожар, который был у меня. Так меня напугал, напугал. Сейчас покажу вам. Смотрите. Вот сюда, давайте вот здесь на свет. Ой, подождите, подождите. Все же на ваших глазах. Вот он. Вот он, смотрите. Опс. Вот он какой. Настоящий баурсак получился. Настоящий баурсак. Давайте еще на свет. Так, чтобы свет здесь был. Чтобы вы видели. Ну как? А ведь мягкий, почему-то первый был грустящий.